Возьмем Францию и Германию Возьмем Францию и Германию Возьмем Францию и Германию Возьмем Францию и Германию О миллионах людей, которые погибли. Что касается отношений Эстонии и России, положение Эстонии же крайне сложно. Это тоже нужно понять. Ведь для того, чтобы понять этот выбор для людей. Ведь нам кажется, что этот выбор был прост для всех советских людей. Но напомним, что в армии Власова были сотни людей. Да, они во многом были сконцентрированы, набраны и так далее. Но там были и добровольцы. А теперь возьмем эту маленькую Эстонию. В 1940 году она была оккупирована. Сегодня, мы говорили, в 1941 году были депортации. Теперь вошли немецкие войска. И вот очень часто в истории второй завоеватель, ему же очень просто выступить в роли освободителя. Верно. И если мы сравним вот эту ситуацию реальную, жизни в эти годы, то она для эстонского населения, конечно, была тяжелая. Конечно, была тяжелая. Но таких репрессий конкретных оставим сейчас в стороне некоторой группы населения. Евреи, цыгане, часть бывшие коммунисты, хотя многие эвакуировались и так далее. Это само собой. И вот когда теперь в 1944 году появилась опасность снова возврата советских войск, то что же хотели эстонцы? Ведь они не хотели, в принципе, в своей массе, исключение всегда бывает, воевать за Германию. Кто хотел в 1944 году еще воевать за Германию? Всем же было ясно, что с Германией капут. Эстонцы в своей массе воевали за то, чтобы восстановить самостоятельность Эстонской республики. Какая у них была альтернатива, когда немецкие войска были тут? Но надеть только немецкий мундир. Отличиться от них тем, что нашивка была синя-черно-белая и так далее. Это довольно сложная ситуация. Причем же часто один брат, оказывается, бывал в Красной армии, потому что бывшая эстонская армия была превращена в территориальный корпус 22-й. Она была отсюда выведена. Многие из этих людей просто умерли с голода. И когда она была направлена обратно на фронт, тогда и получилось так, что где-то примерно какие-то тысячи людей были там, какие-то тысячи людей были тут. Это просто объективно те события, которые тогда происходили. Я не вижу никакой необходимости из-за них сегодня драться и находить какого-то. А когда мы будем привешивать друг другу ярлыки, вы оккупанты, вы фашисты, тогда, конечно, никогда никакого согласия мы не найдем. Прирост населения шел. Это называется механический прирост. Не естественный прирост, а механический прирост за счет тех людей, которые в Эстонию приехали. И в этом смысле Эстония довольно уникальна. На самом деле за очень короткий период времени резко изменился национальный состав. Эстонцы составляли около 90% населения Эстонии. А после вот этих всех событий за очень короткий срок времени процент эстонцев населения Эстонии уменьшился где-то условно до 65%. И многие районы, многие районы, как, например, Идавирума, те же Нарва, стали практически же однонациональными. Хотя там, конечно, не только русские, но эстонцев практически там не осталось. И во многом не осталось, потому что Силама, это же самое секретное предприятие в Эстонии вообще в те годы. Это место, где условно родилась атомная бомба. И центр вот этого крупного Силамэского производства был запланирован в Нарву. И поэтому бывшие нарвитяне, которые во время боевых действий немцами были оттуда вывезены, их обратно в свой родной город не пустили. А рабочая сила была необходима, и тогда она была приведена из других регионов страны. Поэтому вот это такое примерно объяснение вот этого роста и падения. Ведь сценарии всех, например, революции, французская революция, российская революция, недавние события в Северной Африке, они все происходят по одному сценарию. А если где-то есть сценарий, если есть что-то схожее, значит, этими вопросами может заниматься наука. Но ведь мы же можем как-то научно, может быть, очень условно, как-то порассуждать о тех событиях, которые в мире произошли. Вот без того, чтобы современность во многом определяла наши отношения. Поэтому не столь важно относиться к историческим событиям, исходя из того, хорошо или плохо, а пытаться их как-то объективно описать.